МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летчик, он же действующий офицер, всегда будут вспоминать с любовью, теплотой и безграничным уважением. Того, кто поставил на крыло, вывел в бескрайние небесные просторы. Мы благодарны своим преподавателям, инструкторам. Мой наставник, я пытаюсь сравняться и превзойти его. Создаром я, шунди бенгя, баляма, куникма, бергя, ляг, ля, ручин, джедекат, рахматай, таман. Глубочайше благодарен своим преподавателям. Педагог – это интересная профессия, ответственная профессия. Военный педагог – это ответственность в войне. Мы готовим военных специалистов, инженеров, летчиков, руководителей полетов, офицеров боевого управления. От них зависит и безопасность полетов, и безопасность нашей страны. От борта инженера первого класса до доктора философских наук. Подполковник Джамол Пулатов теперь уже в научном звании доцент. 11 лет летал на вертолете Ми-24. 7 лет служил в должности командира батальона. Сам выпускник этого училища 99-го года, еще когда оно дислоцировалось в Джизаке. Теперь преподает курсантам дисциплину конструкции и эксплуатации летательных аппаратов, а также теорию и конструкцию авиационных двигателей. То, чему научился до сегодняшнего времени, обучаю курсантов. От преподавателя зависит очень многое для дальнейшего обучения курсантов. Некоторые эпизоды из летной практики тоже становятся предметом обучения для курсантов. И им это очень интересно. Посадка по самолетному, посадка по вертолетному, вертикальная скорость, теория в аудитории. Тренаж, занятие пешей по летному – это уже практика на аэродроме. У этих курсантов есть уже опыт, который они уже выполняли эти полеты. Еще раз мы повторяем, изучаем. Они летали на Ми-8, на H-125, будут они летать на Ми-35, Ми-24 на пятом курсе и на Ми-8 и H-225. Подполковник Бабамурот Мухамедов, инженер по радиоэлектронике. 15 лет в армии, 5 лет из них преподает курсантам различные дисциплины по радиоэлектронике. Занимается научной работой в одном из зарубежных военных образовательных учреждений. Выиграл грант на реализацию совместного проекта по разработке алгоритмов по обнаружению траектории противорадиолокационной ракеты, наводящейся на РЛС. Курсанты изучают навыки ориентировки для нахождения аэродрома, для безопасной посадки и взлета. В данный момент курсант чертит пространственное положение летательного аппарата. В сферической системе координат он будет вычислять наклонную дальность и угол места и азимут летательного аппарата относительно радиомаяка. Простому обывателю эти сверхсложные формулы, конечно, непонятны. Зато ясно одно. От знаний, полученных здесь, и навыков, отработанных до автоматизма на авиатренажерах, а далее на практических полетах, зависит уровень подготовки будущих офицеров-летчиков. Которые после обучения пополнят войска военно-воздушных сил Узбекистана. Это тренажер кабины вертолета H-125 французского производства. Мы на нем отрабатываем аварийные ситуации с учителем, с летчиком-инструктором. Экономия дает большой навык повторять, чтобы отшлифовать. На самом деле ощущение настоящего полета. Здесь курсанты отрабатывают различные аварийные и нештатные ситуации. И он предназначен в первую очередь для начального обучения курсантов. Сейчас усложняем ситуацию, сложные метеорологические условия и за бортом дождь с грозой. На каждой типу летательных аппаратов курсанты есть свой инструктор. В процессе обучения инструктор идет непосредственно работать с этим курсантом и доводить его до планки, на которую он может смело сказать «Да, я летчик». Это занимает определенное время, на это необходимы определенные усилия, труд, пот, старания инструктора, так и курсанта. Мы благодарны своим преподавателям, инструкторам, которые не жалеют труда, не жалеют своего времени, стараются. Сотворить нас не просто квалифицированного военного кадра летчика, так же и личность. Мой первый инструктор, который вывел меня в небо, научил летать, выполнял взлет и посадку. И этого никто никогда не забывает. Это поток Громов, Хуршит, Охиджонович. Он был первым моим наставником на самолете Як-52. Курсанты второго курса сюда приходят пока что только на экскурсию. Такие полеты у них еще впереди. Впечатления отличные. Я очень долго к этому стремлюсь. Надеемся, что в ближайшее время мы осуществим свою мечту. И обязательно будем сидеть на месте пятого курса, так же летать. Я тоже обязательно буду сидеть в кабине МИГ-29. Это не обсуждается. Я очень буду к этому стремиться. От тренажера до практического полета на военном аэродроме, до которого практически рукой подать. По инициативе президента страны передислокацией авиационного училища из Джизака в город Корши позволило добиться множества опций. Главная, но не единственная из них близость к аэродромам. Главные затеты будущие пилоты сдают не в аудиториях, а в небе. В программе десятки нормативов. Мы отрабатываем учебно-тренировочные полеты согласно курсу учебно-летной подготовки курсантов. Транспорт на боевых вертолетах, а уже непосредственно на боевых вертолетах Ми-35. Мы отрабатываем круги висения, также полеты по маршруту. И в конце войсковой практики мы будем отрабатывать боевое применение. 100 часов на лёте у полковника Мурода Рахимова. Старший преподаватель кафедры тактики и специальных дисциплин. Летает на всех типах учебных самолётов истребительной авиации. А в этом году награждён ведомственным нагрудным знаком Мудофа-Вазерлиге Алочесе. За отличные показатели в преподавании, воспитании и, конечно же, лётной практике. Главной своей наградой при этом военные педагоги считают успехи своих учеников, курсантов, молодых патриотов, которые осваивают главную науку любить, беречь и защищать Родину. В период тренажа курсант должен отработать все свои действия от запуска до выполнения полёта, процесса всего полёта, а также до выключения самолёта после приземления. Я горжусь своей профессией военного лётчика. И не менее горжусь достижениями своих курсантов. За период своей службы принимал участие в подготовке лётчиков нашего высшевоенно-авиационного училища в передовых частях ВВС Узбекистана. Осваивает новую зарубежную авиационную технику успешно и выполняет полёты. Лётная смена начинается после полудня и до полуночи. Курсанты летают с инструкторами, ориентируясь визуально в простых метеоусловиях и по приборам в ночное время суток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова